Уважаемые любители моих небольших роликов, посвященных эволюции мозга человека, сегодня я вам расскажу немножко о самых современных способах искусственного отбора, которые осуществляются на наших глазах и вводятся в практику человечества. Собственно говоря, о многих таких событиях я писал в книжке «Церебральный сортинг», которая выдержала три издания, и вот вышел очередной перевод уже в Вильнюсе, когда люди, обитающие на этих территориях, смогут ознакомиться на родном языке, потому что не все знают русский, который, в общем, утратил свое значение в этих странах Прибалтики за последние 30 лет. Так что я поздравляю, у вас доступна вот эта книжка «Церебральный сортинг на родном языке». Ну, многие события, о которых я рассказываю, на самом деле имеют очень сложный характер, потому что когда ты говоришь об эволюции самого себя, нужно обладать неким здравомыслием. Надеюсь, что у меня оно пока осталось. И вот этот ролик этому и посвящен. Он ролик сделан благодаря, так сказать, по финансовой поддержке Аркадия Кролла, который, в общем, перевел сумму почти необходимую для выпуска очередного ролика. Сегодня я должен рассказать о том, что сейчас так всех волнует. Все же смотрят новости и видят, как там двигаются несчастные беженцы, воюют с одной и с другой стороны. Что происходит на самом деле? На самом деле происходит, естественно, базовое событие, связанное с тем, что в ближайшем обозримом будущем будут образованы большие экономические зоны, как называют экономисты, а я это называю зонами сходного церебрального сортинга. То есть, ну, такие территории, где принципы церебрального сортинга более-менее похожи друг на друга, и можно на этом основании объединить. Ну, кроме этого, конечно, экономически. Их будет несколько, и вот у нас, конечно, такой карбунку, как Новороссия и Малороссия, они должны быть удалены хирургически. Это понятно, поскольку попытки создать такие объединения на столь, скажем так, гноящемся субстрате будут неудачны. По этой причине надо просто эту тему закрыть. Но самое главное не это. Главное то, что идет широким шагом система формирования этих самых зон церебрального сортинга по всему миру. Американцы уходят отовсюду, откуда можно, изолируются у себя в Северной Америке, создают там как раз ту систему, которая будет оптимизирована под их принципы искусственного отбора. Бразилия то же самое делает. Китай делает в Индокитае то же самое. У нас сложная ситуация, потому что очень разнообразные народы, и приходится разрабатывать новейшие способы искусственного отбора. И здесь надо отдать должное руководству нашей страны. Тут у меня просто нет слов, поскольку наш президент разработал, по сути дела, новую систему искусственного отбора. И отчасти она, конечно, была продиктована военными условиями, но тем не менее. Что нужно добиться для оптимизации церебрального сортинга на любой территории, неважно какая она? Нужно добиться максимальной избирательности. Как достигается максимальная избирательность? Максимальная избирательность достигается не массовым привинением оружия массового уничтожения и прочими безобразиями, никакими там неградами. Желательно использовать индивидуальный подход. Так, чтобы всем сестрам по серьгам добиться этого очень сложно. И даже ООН возникла как биологический процесс самосовершенствования человечества не для того, чтобы избавить человечество от войн и смертельных болезней. Я вас умоляю, вы видите, как они себя ведут со смертельными болезнями и с войнами. Ни в коем случае. А для того, чтобы избежать недифференциального отбора. То есть применение оружия массового уничтожения – это недифференциальный отбор. Там и люди с нужными конструкциями мозга погибнут так же, как и с ненужными. Поэтому это надо избегать. Для этого ООН. То есть воевать-то можно, но вот хулиганить нельзя. Отбор должен быть дифференциальным. В этом отношении ООН представляет собой ничто иное, как один из эволюционных инструментов. То, что они не понимают, что происходит, это ничего не значит. Понимать должны другие, те, кто этим занимается. Но они реализуют эволюционный процесс. Так вот, чем более прогрессивное человечество втягивается в систему искусственного отбора, а он все совершенствуется с каждым годом, и все больше вовлекается людей в это мероприятие, тем сложнее достигать вот этой дифференциальности. Так в чем же гениальность руководства нашей страны? В том, что они придумали, я не уточняю детали, поскольку их просто не знаю, и меня не ставят в известность, если бы спросили, Фаб объяснил, как это делать. Но тут все получилось очень здорово. А именно, во-первых, при дезинтеграции военной системы Малой Белоруссии, то есть Малой России, частично там то, что входило раньше в Белоруссию, значит, Новороссии, то есть вот эта вся территория, которая теперь почему-то называется окраиной. Ну, видимо, сами жители этого места считают, что лучше называться окраиной польской. Но тогда там очень хорошее название местных жителей. Мне как-то язык не поворачивается даже это сказать. Но все его хорошо знают. В ближайшее время несколько западных областей получат свое польское счастье, сочувствие. Потому что у Польши давно наболело к этим самым жителям этих самых областей. Так вот, но не об этом речь идет. Речь идет о том, что же применено в качестве системного искусственного отбора, то и бежцелебрального сортинга, с нашей стороны. Это гениальное решение. Потому что, собственно говоря, ликвидируется, благодаря точному оружию, блестящей подготовке наших военных, ликвидируется военная инфраструктура. Ну и самые оголтелые разбойники, которые все равно кого грабить и чего где отнимать. Значит, этих... С этими, конечно, разговоров никаких не может быть, как с любыми убежденными террористами. Это понятно. А вот дальше-то что? Ведь интересно то, что будет через несколько времени, и как будет осуществляться церебральный сортинг. А вот здесь включается совсем другой механизм. То есть люди, которые находятся на территории, очень хорошо знают, чем занимались те, кто, значит, имел власть в этот момент. Очень хорошо знают, что и как они делали. Очень хорошо знают, как распродавалось их заводы, имущество, отнимались земли и прочее, прочее. Было бы смешно думать, что, оказавшись в равных условиях с теми, кто это делал, они об этом не вспомнят. То есть таким образом достигается паритет церебрального сортинга. Ну и вполне понятно, что обладатели более совершенного мозга, они будут иметь некоторые преимущества. Тем более те, которые соблюдают элементарные правила человеческого общежития. Ну, знают, что нехорошо брать автомат Калашникова и отнимать у соседа на колбасу. Ну, это как-то неприлично, в общем, уже в 21 веке. Но, как мы знаем, в Малороссии многие думают и наоборот. Так сложилось. Но ничего страшного. Издебирательный церебральный сортинг скоро уменьшит их общее число. То есть, иначе говоря, запущен очень интересный и очень поучительный механизм церебрального сортинга построен на дифференциальном отношении людей между собой. Никто не будет никого там военным образом строить стройными рядами, как делали там эти разбойники на востоке Украины. И безобразие эти всякие учинять никто не собирается. Просто у населения будут равные возможности вспомнить тем, кто все это делал, о том, что они совершили. И таким образом довольно быстро будет или совершен массовый исход, чему не сказано, а обрадуются европейцы, или будет проведен такой церебральный сортинг. То есть, настоящая декоммунизация до уровня, я думаю, 60-70-х годов XIX века. А там никаких окраин не было, к сожалению. Или, к счастью. Таким образом, мы видим с вами уникальный эволюционный процесс церебрального сортинга, который осуществляется вот таким интересным способом. То есть, страшное для многих людей, которые были на гребне политической волненной последние 8-10 лет, начнется потом. Не сейчас. Поэтому много интересного в области эволюционной биологии нас ждет в ближайшем будущем. То есть, искусственный отбор нового типа начнется на огромной территории, что будет очень интересно. А последствия его будут вполне ожидаемые. Поскольку общие экономические зоны с церебральным сортингом внутри по новым принципам возникнут неизбежно. Нравится это кому-то или не нравится. Поэтому, уважаемые слушатели, советую вам получать удовольствие и посмотреть о том, как это будет происходить, вооружившись некими знаниями. О устройстве человеческого мозга, имеют изменчивость и гениальность. И о механизмах церебрального сортинга, который будет осуществляться на огромной территории. Кстати, я должен сказать, что, к сожалению, четвертый том заканчивается, изменчивость и гениальность. А пятое издание, которое я анонсировал, несколько задерживается. Из-за того, что у нас возникли известные финансовые проблемы. На этом, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. Надеюсь, что понимание того, что происходит, украсит ваше сидение около телевизора. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok